В связи с коронавирусной инфекцией тверские предприниматели столкнулись с массой экономических трудностей. Пока люди сидят по домам, потребительская активность падает. Производство закрыто, продавать сырье и ресурсы некому. В этот сложный период главная задача правительства – не допустить закрытия компаний и увольнение сотрудников. Сейчас нужна максимальная поддержка региональных властей, которые готовы оказывать помощь. Под пресс экономических проблем в первую очередь попали несколько крупных областей. Это гостиничный бизнес, туристическая отрасль и сфера услуг. Именно их больше всего задел упадок потребительской активности. Люди перестали лишний раз ездить в путешествия и на отдых, а значит останавливаться в отелях и кушать в общественных местах. Такие компании, которые попадают в эти сферы и получат помощь от регионального правительства в первую очередь. Завтра выпустим перечень стратегических предприятий Тверской области, которые будут иметь приоритеты при получении мер поддержки. Это те предприятия, которые будут включены в список по согласованию с главами муниципальных образований, на территории которых эти предприятия функционируют. А также эти предприятия являются по загруженности и по значимости важными и для региона, и для муниципальных образований. Чтобы подготовить необходимый пакет мер, Министерство экономического развития обратилось к самим предпринимателям. За несколько дней они предоставили список, в который вошли порядка 50 предложений. Все бизнес-объединения направили нам свои предложения, провели несколько заседаний штабов. Очень большую работу также сделал полномочный по правам предпринимателей, собрав также более 30 предложений. Мы их всех консолидировали, сделали экономические расчеты, оставили те, которые действительно работают. Помимо государственного пакета помощи, в который вошли возможность льготного кредитования и расширения программы субсидирования для малого и среднего бизнеса, компаниям готовы помочь и правительство Тверской области. Региональные меры включают в себя, в том числе и финансовую поддержку. Снижение налоговых ставок для компаний, оказавшихся в зоне риска с 15% до 5% и с 6% до 2%. Возможность предоставления микрозайма в размере полумиллиона рублей на зарплаты сотрудника. Промышленно наши предприятия и предприятия гостиничного бизнеса могут получить кредиты до 20 миллионов рублей на 18 месяцев под 1,5% как раз в пополнении оборотных средств. Также планируем еще предложить дополнительно капитализировать указанный фонд. У нас в этом году уже в бюджете есть 75 миллионов, но у нас заявок на текущий момент уже больше, чем на 300. То есть это действительно очень будет востребованный продукт для предприятий довольно такого среднего бизнеса, которым необходим оборотный капитал. Также помощь от региона получат отдельные отрасли. Например, для туристической сферы будут выделены средства на продление периода туристических поездок на летний сезон. Для сельского хозяйства – субсидии на содержание племенного поголовья в сфере животноводства, а также части затрат на посевы озимых зерновых культур. Дополнительные меры поддержки по агропромышленному кластеру – это поддержка в виде 50 миллионов рублей на область. Мы сейчас первые делаем такой проект. Это поддержка и подготовка к озимому севу. То, что у нас будет уже проходить осенью, в сентябре месяце. Поэтому лучше, как положено, готовиться заблаговременно. Финансовые затраты на реализацию плана мероприятий не маленькие. На помощь попавшим в бедственное состояние компаний правительство выделит 1 миллиард 822 миллиона рублей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!